Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 1 апреля, и мы продолжаем читать из моей книги «Драгоценные истины» из греческого языка. Весь апрель мы будем говорить о Пасхе. Есть очень много фактов, связанных с Пасхой, неизвестных людям. Я называю их неизвестными фактами о смерти, погребении и воскрешении Иисуса Христа. С детства я, как, наверное, и вы, ходил в церковь. И мне казалось, что каждый год на Пасху я слышу одну и ту же историю. Конечно, она нам нравилась, потому что это история о кресте, но когда я приступил к написанию книги «Драгоценные истины» из греческого языка, я понял, что в этой истории есть много неизвестных мне до этого момента фактов. Очень много. И изучение событий, произошедших в пасхальные дни, произвело революцию в моем понимании того, что случилось в последние дни жизни Иисуса. И мы посвятили этому целую книгу. На русском языке она называется «Предательство, смерть и воскресение Иисуса Христа». Это красивая книга. Она превосходна. Вся она посвящена тому, что происходило в последние дни и последние часы жизни Христа до того, как Он вошел на крест, а также фактом, связанным с Его воскрешением. Эта книга произведет революцию в вашей духовной жизни. Если у вас ее нет, обязательно приобретите ее. Также, если у вас нет книги «Драгоценные истины» из греческого языка, не забудьте приобрести ее. Сегодня 1 апреля. И сегодняшняя тема «Дьявол обратил друга в предателя». Прочитаем стихи Иоанна 13, 2, где написано «И во время вечери...» Речь идет о последней вечере. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту...» Обратите внимание на эту фразу. «Уже вложил». «Уже вложил». Это уже произошло. Более того, это произошло до того, как Иуда пришел на вечерю. Он уже принял решение продать Иисуса. Он уже принял решение предать Иисуса. Дьявол уже вложил. Русский язык точно передает смысл. Уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. Я задаю вопрос. Как человек, который ходил с Иисусом 3,5 года, постоянно был рядом с Ним, служил Его наставления, называл Его учителем, внимал Его учению, видел, как Он кормил бедных, превратил воду в вино, остановил бурю, истылял больных, все время находился в чудесном, преображающем жизнь присутствии Иисуса. Как после этого Он мог предать его? Как такое возможно? Если вас когда-либо предавали, вы знаете, ничего не ранит так сильно, как предательство. вы верили, что человек будет с вами всю вашу жизнь, а потом что-то произошло. И этот человек, в которого вы верили, что он всегда будет с вами, верили, что на него можно положиться, что ему можно доверять секреты, человек, который всегда вас защищал, и вы верили, что он всегда будет на вашей стороне. Но что-то произошло, и он стал предателем, выдал ваши секреты, выдал ваши сокровенные мысли, неизвестные никому. В чем причина? Почему этот человек так поступил? Или, возможно, кто-то задает этот вопрос в отношении вас. Возможно, кто-то доверял вам, а вы стали предателем. Как человек становится предателем? Мы кое-что знаем об Иудеискариоте. Это можно найти в 12 главе Евангелия от Иоанна. В 12 главе Евангелия от Иоанна повествуется о том, что Иисус был в гостях у Марфы и Марии после того, как Лазарь воскрес из мертвых. И далее написано, что Мария принесла фунт нардового чистого драгоценного мира. Нардовое миро — это благовонное масло, которое стоило тогда очень дорого. Она помазала этим маслом ноги Иисуса. Нардовое миро стоило больших денег, настолько больших, что стоимость 4 граммов этого масла равнялась годовой зарплате. То есть для покупки 400 граммов нардового мира нужно было потратить заработок за весь год. И когда она вылила это драгоценное масло на ноги Иисуса, рядом стоял Иуда Иискариот. И Иуда возмутился. Он сказал, «К чему такое расточительство? С какой такой стати? Ты позволил этой женщине вылить целый фунт нардового мира себе на ноги. Ведь его можно было бы продать, а деньги отдать бедным». И Иисус произнес пророческие слова. И именно в тот момент, когда Иисус произнес эти слова, дьявол посеял в сердце Иуды семя предательства. И Иисус сказал, «Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Она готовит меня ко дню моего погребения». Услышав эти слова, Иуда обиделся на Иисуса. Вот так он понял эти слова. «Бедняков всегда полно, они всегда будут вокруг вас, но я не всегда буду с вами». В его голове эти слова прозвучали как слово эгоиста, до такого, каких свет не видывал. Сатана воспользовался моментом и, как говорит Библия, «уже вложил в сердце Иуды Искариота, вложил». «Вложить» по-гречески «бало». «Бало» значит «впрыснуть», «забросить», например, «мяч или камень», и «забросить очень быстро». Этим словом обозначалось действие, когда нож помещали в ножны. И именно в этот момент дьявол очень быстро забросил семя предательства. Этот стих можно было бы перевести следующим образом. «Дьявол бросил», «дьявол забросил в сердце Иуды Искариота», или перевести так, «дьявол поместил», «дьявол энергично закинул в сердце Иуды Искариота», «дьявол впрыснул в сердце Иуды Искариота», «и открылась дверь», через которую дьявол забросил семя предательства. Слово «бало» значит «забросить быстро». Это произошло именно тогда, когда Иуда обиделся на слова Иисуса. Ему показалось, что Иисус сказал нечто просто невообразимое, неслыханное. И вместо того, чтобы воспринять слова Иисуса с позитивной точки зрения, его обида открыла двери. И в этот момент, когда сатана увидел открытую дверь в сердце Иуды Искариота, он немедленно забросил семя предательства в его сердце. Он закинул семя предательства в его сердце. И в этот момент друг превратился в предателя. И семена предательства пустили корни и начали расти в его сердце. Вот так и становятся предателями. Обычно причина в обиде. Люди вас любят, заботятся и поддерживают до тех пор, пока вы не сделаете нечто такое, что они никак не ожидали от вас. И сатана, пользуясь случаем, забрасывает в их сердца семя предательства. И это причиняет боль. Возможно, вы действительно поступили неправильно. Возможно, вы действительно обидели. Возможно, так бывает со всеми нами. Но тот человек, который позволил этому семени попасть в его сердце, сам несет ответственность перед Богом за свое сердце. А вы должны простить предателя. У вас нет другого выбора. Выбора нет. Чтобы продолжить свой путь с Богом, нельзя допустить, чтобы ваше сердце ожесточилось. Вы должны простить и отпустить. Ваша жизнь в Божьих руках и для Бога важно, как вы поступите в этой ситуации. Я хочу помолиться за вас, мой друг. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за своего друга, который слушает меня сейчас и который страдает от того, что его предал человек, которому он доверял. Боль предательства так сильна, Господи, рана так глубока. Дух Святой, только ты можешь исцелять сердца, только ты. И я прошу тебя, Святой Дух, коснись сердца всех тех, кому причинили боль предательством. Господи, коснись их сердец и исцели их. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»